Сегодня особенный день, День Победы. Нет больше такого праздника, когда мы горечь и скорнь так близко не соседствовали с радостью и ликованием. К этому дню и всем, кто в своей собственной жизни приближал наступление Победы, мы обязаны всем, что имеем сегодня. Благодаря им мы с надеждой смотрим в будущее и спокойно живем в настоящее. 9 мая, я уверен, для каждого из присутствующих тяжелый день. Сегодня мы вспоминаем тех, кто не вернулся с той страшной войны. Их портретами видим в руках детей и внуков. 9 мая, дата, навечно вписанная в историю нашей Родины. Были сотни сражений в судьбе русского народа, но Великая Отечественная война стала самой кровопролемой. Мы не можем поименно сейчас назвать всех, сражавшихся за нашу землю и отстоявших Родину фашистских захватчиков. Но помнить подвиг земляков, наш дом. В мое время любой ребенок мог назвать фамилии героически погибших. Кондрашкина, Сафонова, Гаджиева. Сегодня, к большому сожалению, даже те, чьими именами названы улицы и проспекты, порой бывают забыты. Кольский полуостров в годы Великой Отечественной войны был стратегически важен для немецких захватчиков. Основной целью противника, конечно же, был от Мурманского. И не зря первые удары по Кольскому полуострову были нанесены уже в самые первые дни 41-го года. Свой вклад в защиту нашего заполярья внесли и герои-летчики, которые служили в Африканде. В поселке Африканда находится братская могила. 23 фамилии, 23 жизни, 23 человека, не вернувшихся с боевого задания. Сегодня остается с нами все меньше очевидцев событий тех страшных лет. Но их герои-героический вклад в нашу историю трудно переоценить. Пусть прошло уже больше 70 лет, но память наша жива. Хочу выразить искреннюю благодарность ветеранам, участникам боев, труженикам тыла, за ваш беспримерный героизм и отвагу. Сказать спасибо тем, кто в кратчайшие сроки поднял страну из руин в послевоенные годы. Всем, кто сражался за отчизну. Поклон, нижайший до земли. Чтите свято память тех, кто подарил нам возможность жить и быть счастливыми. С праздником! С Днем Великой Победы! Митинг, посвященный 74-й годовщине Победы и Великой Отечественной войне, считать открытым. Митинг, посвященный 74-й годовщине Победы и Великой Победы и Великой Победы и Великой Победы. День памяти павших. День единения и сил добра. День надежды на прочный мир. Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти в боях, о тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто поднимал страну из жуи. Это день великого подвига. Святой долг каждого из нас – хранить память об этом всенародном подвиге. Чтить его, как пример доблести, высокого патриотизма и силы духа. Фронтовикам и дружникам тыла земной поклон за то, что у нас сегодня есть возможность жить в свободной стране, созидать, растить детей, внуков. Ведь именно об этом думал каждый, кто поднимался на борьбу с врагом. Наши герои верят. Ушедших на фронт. По материалам нашего краеведа Элины Бессоновой, почти 60% всего состава рабочих были именно они. Чтобы поднять производительность труда, надо было развернуть стахановское движение. Так вот, к концу 44-го года 30% всех рабочих были ударниками. Лучшие бригады сплавщиков выполняли нормы от 580%. И они не считали свой труд героическим. Они просто выполняли свой долг перед родиной. В поселке точно так же работали различные учреждения. Оказывалась медицинская помощь. Учили детей в школе. Выращивали и собирали урожай. Доставляли экспозицию. Обеспечивали бесперебойную работу железной дороги на своем участке. В общем, делали все то, что и раньше. Но только в сроках военных условиях. Дружки, голового зашли. Они могли бы рассказать про жертвы. Но, к сожалению, рассказ уже почти нет. Сегодня в нашем институте проживают 40-ти ветеранов. Участие трудового. Во время войны большинство из них были дружки, были дикты. Это на их плечи. Легли тяжелейшие испытания и голода, и лишения, и непосильных трудов. И в этой большой нашей победе есть и их руля. В этот день, в этот священный день, мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности каждому, кто воевал на передовой, кто трудился в ТУ, жителям блокадного Ленинграда. Людям чудесство было оболено войной. И прошло в веру врагам. Анохина Нина Александровна. Борисова Еликанида Павловна. Романовская Александра Ильинична. Недолушка Валентина Павловна. Силина Зинаида Петровна. Хренова Клавдия Григорьевна. Смирнова Клавдия Григорьевна. Убудуясь банк. АПЛОДИСМЕНТР ОМАДИСМЕНТР ОМАДИСМЕНТРacher. АПЛОДИСМЕНТЫ Воинская часть номер 3644 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Администрация города. Совет депутатов города Полярные Зои. Администрация города. Совет депутатов города. Совет депутатов города. Совет депутатов. 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 Совет депутатов Субтитры создавал DimaTorzok